Я хотел бы поблагодарить организаторов конференции за приглашение и возможность участия в данном мероприятии. В вторую очередь я, конечно, рад видеть всех своих коллег с Азиатской Организации по борьбе с раком. Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить доктора Мура за большой вклад в организацию и медицинскую журналистику, поскольку он складывает свои полномочия как главный редактор. Пользуясь моментом, хотел бы поздравить профессора Ализера Масави с новым назначением. Надеюсь, что это придаст новый импульс, будет эволюция. Ну и, естественно, расширится в данном случае, может быть, и география наших авторов. Ну, приступая к моему докладу. Казахстан – это площадь около трех тысяч квадратных метров. В настоящий момент в Казахстане проживает 17 миллионов человек. Демографически возрастная структура населения относится к прогрессивному. То есть у нас живет более молодое население. Естественно, имеются географические и этнические особенности. Здесь представлены данные за 2010-2015 годы. В динамике численность населения, как мужского, так и женского, растет. Здесь представлены среднегодовые темпы прироста. Среднегодовой темпы прироста мужского населения и женского, в принципе, одинаковые. Составляет полтора процента в год. Это данные за последние шесть лет. За эти же годы мы видим, что количество больных раком в целом в Казахстане увеличивается с 13,5 тысяч до 16 тысяч. У мужчин и от 16 тысяч до 20 тысяч у женщин. Если рассматривать возрастную структуру больных, мы видим, что превалируют старшие возрастные группы. Ну и в 2010 году это была возрастная группа 70 лет и старше при такой группировке. К 2015 году мы видим, что смещение происходит. И также высокий удельный вес больных приходится на возрастную группу 60-69, ну и старше. Средний возраст больных мужчин в 2010 году состоял в 61,7 лет. И имел некоторую тенденцию к росту. У женщин 60 лет, соответственно. Мы здесь видим тренд среднего возраста. Видим, что у мужчин имеется некоторая тенденция к старению. У женщин остается на одном и том же уровне. При группировке возрастных показателей заболеваемости по пятилетиям мы видим, что высокие показатели заболеваемости приходятся на возрастную группу 75-79 лет. Это характерно как для мужского и женского населения. При группировке по десятилетиям мы видим, что высокие показатели заболеваемости в более старших возрастных группах. Это в целом о всех злокачественных образованиях. Показатели заболеваемости у мужчин составили среднегодовые, соответственно. Грубый показатель 180, стандартизованный 238. У женщин наблюдалась обратная картина. Грубый показатель был несколько выше, чем стандартизованный. Возможно, это, естественно, связано с возрастной структурой населения женского. Мы здесь видим тренды стандартизованных показателей. Показатели заболеваемости растут. Темпы прироста при этом у женщин были более выраженными. И среднегодовой темп прироста составил 2,5% ежегодно. Также видим тренды возрастных показателей. У мужчин здесь показано, мы видим, что в возрастных группах 40-49-50-59 лет имеется некоторая тенденция к снижению. В остальных возрастных группах показатели заболеваемости растут. А, наоборот, там у женщин было, а здесь мужчин. А, там целому все население, я извиняюсь. Анализируя тренды возрастных показателей у женщин, мы видим, что все возрастные показатели во всех возрастных группах анализируемых имеют тенденции к росту. Высокие темпы прироста отмечены в возрастных группах 30-39, 40-49. И 50-59 лет, соответственно. Ну, в структуре рака по полу мы видим, что в 2010 году и в последующие годы на первом месте занимал рак легкого, на втором месте рак желудка. И самое интересное, что выходят другие наборозания кожи. Эта тенденция сохраняется и в последние годы, в 2015 году. Количество пациентов увеличивается. В структуре же женщин на первом месте стоит рак молочной железы, на втором месте другие новообразования кожи, и на третьем месте рак шейки матки. Я бы хотел остановиться чуть подробнее на раке молочной железы, поскольку имеет высокие темпы прироста. И мы видим, что в возрастной структуре заболеваемости также высокие показатели, отмеченные в возрастных группах 60-74 года. При этом возрастные показатели заболеваемости во всех изучаемых группах увеличиваются, за исключением возрастных групп в 40-49 лет. На это я хотел бы обратить внимание на последующих слайдах. Показатели смертности имеют различную тенденцию, в основном они снижаются. Тенденции к росту отмечены в возрастных группах 55-59, 64 года и в старших возрастных группах. В динамике средний возраст больных раком молочной железы в Казахстане имеет тенденцию к старению, при этом с невыраженным темпами прироста. Средний возраст умерших также имеет тенденцию к старению, также невыраженный темп прироста. На этой диаграмме мы видим, что показатели заболеваемости рака молочной железы растут, при этом средний годовой темп прироста составляет практически 2% ежегодно, а показатели смертности уменьшаются с 16 до 14 случаев на 100 тысяч женского населения. Возрастные показатели заболеваемости также имели высокие значения в возрастных группах 60-74 года, как я сказал, а показатели смертности в более старших возрастных группах. Здесь представлено соотношение смертности к заболеваемости. Мы видим, что с возрастом этот показатель приближается к единице. Стандартизованные показатели заболеваемости составили 34 на 100 тысяч населения, а смертности 15 на 100 тысяч населения. Здесь представлены показатели по регионам, количество случаев, средний возраст и тренды среднего возраста. Мы видим, что в целом женская популяция по республике средний возраст больных составлял 56,5 лет, а умерших около 60 лет. При этом анализируя тренды возрастных показателей по пятилетнему возрастному интервалу, мы видим, что практически заболеваемость растет во всех возрастных группах, за исключением возрастной группы 40-49 лет, где отмечены тенденции к снижению. А смертность, наоборот, снижается практически во всех группах, за исключением четырех групп, указанных на диаграмме. Здесь представлены тренды показателей заболеваемости и смертности. Видим, что показатели заболеваемости растут во всех регионах Казахстана, за исключением Мангистауской области. И представлены тенденции смертности по регионам и соотношение смертности и заболеваемости. Хотел бы остановиться несколько подробнее на среднем возрасте больных по этническим группам. Так, у женщин казахской национальности средний возраст приближался к 50 годам, а средний возраст женщин русской национальности, который мы изучали, приближался к 60 годам. И это характерно практически во всех регионах республики. Здесь представлена взаимосвязь рождаемости и удельного веса проживающих на территории областей женщин казахской и русской национальности и их заболеваемости. И установлена определенная взаимосвязь в регионах с высокой рождаемостью, показатели заболеваемости ниже, чем в регионах с показателями низкой рождаемости. И при этом, естественно, высокий показатель заболеваемости в регионах, где численность местных женщин казахской национальности в удельном весе меньше, чем женщин русской национальности. Мы составили пространственную оценку, при этом определили уровни, низкие, средние и высокие для картограмм, как заболеваемости и смертности, вычисленные на стандартизованных показателях. Мы видим, что регионы, значит, на этой картограмме, видим, что южные регионы Казахстана, это Алматинская, Джамбульская, Казлардинская, Южноказахстанская, и относятся к регионам с низкими показателями заболеваемости, а Карагандинская и Павлодарская области относятся к регионам с высокими показателями. Иначе такая же тенденция сохранялась и для пространственной оценки смертности по территории Казахстана, и видим, что низкие показатели были в Алматинской, Казлардинской и Южноказахстанской области, а высокие показатели в Карагандинской, Акмолинской, Павлодарской и Западноказахстанской областях. Немножко хотел бы быстро остановиться на программах развития онкологической помощи, которые реализуются в нашей стране. Она стартовала в 2012 году и в этом году завершает свою работу. Цели представлены, задачи. Естественно, основной целью является повышение ожидаемости продолжительности и качества казахстанцев в тём снижении смертности населения от онкологических заболеваний. Задача – это совершенствование профилактики во всех странах путём развития программ ранней диагностики, повышение доступности высокотехнологических методов диагностики и лечения с научно обоснованной эффективностью. Ну и сложная задача, на мой взгляд, – это создание современной системы реабилитации и палитивной помощи нашим пациентам. Основные направления данной программы и к 2016 году – это формирование современной модели онкологической помощи, ориентированной на пациента, определяемой как координированная, интегрированная и комплексная непрерывная помощь, доступная для всех. Ну и здесь в динамике мы видим, как вводились программы по локализациям. В 2011 году стартовали программы во всех регионах республики по раку молочной железы, по раку шейки матки и по колоректальному раку. И постепенно в динамике прибавлялись дополнительные регионы, как в 2012 году – рак предстательной железы в пилотной программе Восточно-Казахстанской области. И в 2016 году мы имеем скрининговые программы по раку молочной железы, по раку шейки матки, колоректальному раку, раку простаты, раку желудка пищевода и раку печени во всех регионах республики. Ну и здесь обеспечение доступности. Здесь показано, что большое значение мы уделяем уровню первичной медико-санитарной помощи, где приводится формирование онкологической настороженности, первичная диагностика и так далее. И здесь показано, что обеспечение специализированной помощи ведется у нас на региональном уровне. В Астане – это в 14 регионах, где представлены областные центры онкологические или диспансеры, как ранее, и в двух городах республиканского значения – это города Алматы и Астана. Высокотехнологические центры – это представлены в пяти регионах. Это Алматы, где находится головное учреждение – это казахский НИИ онкологии и радиологии, в Астане, в городе Семей, в Восточно-Казахстанской области, в Караганде и в Актюбе. И республиканский уровень, ну, к сожалению, этот республиканский уровень все равно будет переходить к казахскому НИИ онкологии и радиологии, поскольку национальный центр онкологии и трансплантологии, он пока не реализован. И, скорее всего, все приоритеты останутся, на мой взгляд, у Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии. Ну, здесь представлены, значит, центры высокотехнологических методов диагностики, их мощность, они оснащены практически во всех центрах. Это и для диагностики, и методы лечения, центры ядерной медицины и так далее. Здесь показано совершенствование структуры экологической службы, укрепление материально-технической базы. Ну, я бы хотел остановиться еще на том, что в 2012 году, когда планировали эту программу, значит, бюджетом было выделено больше 1 миллиарда долларов. Но, к сожалению, из-за девальвации, которые происходили два раза, это было в 2014 году, и последняя девальвация это была в 2015 году, соотношение было потеряно, то есть практически в два раза. Если в том году было выделено из этой суммы 84 миллиарда тенге, то, соответственно, они потеряли свою ценность. Проблемы развития паллиативной помощи. Если рассматривать данный аспект и решение данной задачи, во всех регионах, региональных центрах открытое отделение паллиативной помощи. Ну, данный аспект требует многосекторального подхода, решения и координации, как таких различных служб, как Министерство здравоохранения и социального развития, решения различных ведомств и всех заинтересованных сторон, как с гражданского сектора, привлечения и вовлечения в процесс структур бизнеса и так далее. Здесь пути и способы, здесь представлено создание современной реабилитационной паллиативной помощи. В принципе, к 2016 году, как я уже сказал, во всех областных центрах, региональных центрах они представлены. И вот немножко хотел бы остановиться по поводу регистрации онкологических больных, создания канцерегистра. Фактически, канцерегистр в Казахстане существовал все время, но на популяционном уровне это, конечно, было сложно сделать. Эта работа ведется Республиканским центром электронного здравоохранения и созданный электронный регистр онкологических больных, где ведется не только учет и регистрация, но и наблюдение за их динамическим лечением. Спасибо за внимание. Большое спасибо. Вопросы из зала? Комментарии? Я знаю ваши исследования очень хорошо, поскольку принимал участие в вашей программе в Казахстане. И могу сказать, что данные, которые вы собираете, очень хорошие. И существует поверье, что программа скрининга работает очень хорошо. Она эффективна, но, к сожалению, количество публикаций, подтверждений, валидаций по-прежнему нужно уделять этому больше внимания. Как вы считаете, как развивается эта ситуация по программе скрининга? Проводите ли вы дополнительные скрининги? И хорошие ли у вас данные по сокращению смертности, например? Спасибо за вопрос. Вопрос, конечно, сложный, поскольку я не представляю государственные органы, я представляю общественную организацию научную. Поэтому, естественно, интересы в предоставлении результатов всех проводимых мероприятий в области онкологии, они остро стоят. И необходимо, естественно, чтобы мировая общественность знала результаты наших достижений. Это перспективы. Вы хорошо, прекрасно понимаете, что есть сложности, сложности в методологии научных исследований. Вот я как раз хотел поблагодарить еще профессор Беляев. Вот подошел и думаю, что Антон Борчук, кто в это направление, в методологии научных исследований, возможность сформировать мировоззрение у наших ученых и перестроить их на то, что постоянно надо публиковаться. Но со стороны государства есть определенная мотивация. У нас меняется система образования, естественно, требуется у нас новая система защиты ученых степеней. Вы прекрасно знаете, вы во многих случаях являетесь научным консультантом наших выпускников, которые уже успешно защитились или которые будут защищаться в этом в последующих годах. И требуется там публикация, вы знаете, в это наукоемких базах, Скопос и Томпсон-Ройтер. Есть еще один момент, который я подчеркну. Конечно, когда мы говорим о сотрудничестве, это очень важно. Очень важно развивать контакты с другими вашими коллегами из других городов, не только Казахстана, но и Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и так далее. Я надеюсь, что вы сможете предоставлять достаточное количество точных данных благодаря совместной работе. Без этого ничего не получится, понимаете? И хотите прокомментировать? Конечно. Я абсолютно с вами согласен, потому что публикации в Центральной Азии очень мало. Мы привлекаем, пытаемся сейчас сотрудничать с странами Центральной Азии, такими как Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Казахстан, соответственно, в частности. Идеи много, вы это прекрасно знаете. У нас в том году идея состояла в том, чтобы создать Евразийские институты изучения Ирака, но были много юридических аспектов. Мы планировали открыть это в Киргизской республике. Это единственная республика, которая позволяет участие иностранных граждан в создании общественных организаций. Эта работа ведется, и я думаю, что мы будем на этот день работать, привлекать не только Центрально-Азиатские страны, но и весь Азиатско-Тихоокеанский регион. Надеюсь, что у наших коллег из этого региона будет заинтересованность и поддержка.